Всем привет! В сегодняшнем видео я хотел бы показать и рассказать, как я делал светильники к себе в гостиную. В гостиной мы проводим достаточно большое количество времени. Там хотелось бы видеть что-то такое эстетичное, но при этом единообразное, как во всех остальных наших комнатах. Потому что во все комнаты и во все помещения я делаю именно такие светильники. Для этого я купил джут. Длина около 1200 метров. И для этого я купил строительный клей. Рецепт я увидел в интернете. Делюсь этими рецептами с вами. Может быть кому-то пригодится. Сейчас конечно не самое лучшее время для того, чтобы делать ремонт. Потому что у нас жарко. Да и куча дел навалилось по дому. Но тем не менее. Сейчас я вам покажу, как я сделал эту самую люстру. И что у меня из этого получилось, вы видите в конце ролика. Клей я использовал обычный строительный ПВА. Этого достаточно. Баночка стоит около 120 рублей. Нитка стоила около 450 рублей. Нитки хватает очень на большое количество ламп. Я даже разместил объявление на Авито о том, что их продаю. Но пока, к сожалению, никто так и не написал. Вымочить просто клей в стаканчике не помогает. Поэтому пришлось домазывать кисточкой там, где у нас не очень хорошо проклеился, пропитался клей. Возможно, если его ставить на более длительное время, было бы помочиться в этом тазике, то было бы лучше. Но, к сожалению, у меня не было времени ждать. Поэтому я использовал то, что было. Вот доски я использовал обычную сосну. По-хорошему нужно было бы его фрезерным кинемистанком, выпилить паз. Но, к сожалению, так у меня не было фрезера. Я буду все делать вручную и ножом. Доску обстригать нужно хорошенько отгладить, отпайировать по возможности. В дальнейшем я буду ее покрывать морилкой и лаком. Для того, чтобы у меня была возможность сделать эти пазы, я напилил обычным сверлом отверстий побольше. Ну и между отверстиями я всковыривал ножиком то, что нужно было бы выковырить, чтобы был паз. Паз я делал шириной и глубиной 1 см на 1 см. Вроде бы как по технике безопасности так делать нельзя, поэтому я никого не призываю так делать. Нужно, наверное, обрабатывать каким-то негорючными материалами, чтобы все так было хорошо, качественно сделано. Но, судя по тому, как сделана вся проводка в этом доме, где мы проживаем, все примерно так же и устроено. Никаких особо мер безопасности здесь не предпринято. Но если дом прослужил столько лет и проводка, в принципе, менялась относительно недавно здесь, ну, можно сказать, лет 10 назад, то, я думаю, он прослужит нам еще столько же и можно не переживать по поводу того, что от этой лампы что-нибудь загорится. Плюс ко всему тому же лампой мы пользуемся, несмотря на то, что она у нас висит редко, потому что у нас достаточно светло большую часть времени, ну, а вечером мы включаем обычно небольшие ночники. Вот, потому что яркий свет от ламп не очень нам нравится. Поэтому, я думаю, за безопасность переживать не стоит, все должно быть нормально. Провода я использовал обычные, нашел старую лампу. Провод такой получился у меня как будто бы винтажный, потому что такие провода можно приобрести, в принципе, в магазине типа Leroy Merlin. Стоимость одного метра такого провода где-то в районе 100 рублей, именно такого же фасона, ну, я его взял, как я уже сказал, от старой лампы. У меня еще осталось некоторое количество этого провода, поэтому я его периодически использую, и меня, в принципе, он вполне себе устраивает. Три провода протягиваем, длиной я взял их где-то около по 70 сантиметров, плюс небольшой запас я оставил, чтобы соединить между собой. Ну, и, соответственно, контакты я буду изолировать обычной изолентой, и паять я ничего не буду, хотя по-хорошему, типа, надо спаять, но я думаю, что должно хватить и так. Лампы у меня энергосберегающие, по 9 ватт, 2 штуки и одна лампа по 11 ватт, поэтому я думаю, что данных ламп должно хватать и для того, чтобы нам осветить комнату по площади 16 квадратных метров. Комната у нас небольшая, как, в принципе, весь домишко наш небольшой, но нам должно этого хватить. Плюс у нас есть 4 окна, которых хватает до примерно часов летом 10 вечера освещения, ну, а зимой примерно часов до 5-6 вечера этого освещения вполне хватает, чтобы не включать большой свет. На кухне я использовал примерно такую же технологию по стрейке ламп цоколи, кстати говоря, я использую, опять же, от старой лампы, покупать я их не стал, можно было и купить, но, в принципе, если у меня эти вылежали без дела, почему бы их не использовать? Обычно такой цоколь стоит где-то в районе 25-30 рублей. Цоколь Е14, лампочки также Е14, энергозаберегающие. Крепление в этот раз я делал таким образом, чтобы он мне подходил под цоколь, чтобы не было нужды заморачиваться и снова прокладывать и проклеивать нитку, как у меня получилось в прошлый раз, потому что в прошлый раз цоколи проваливались, в общем, сквозь бужур, и мне пришлось еще потом выдумывать, как их там закрепить. В принципе, технология изготовления очень простая, ничего сложного здесь нету. Крепим два провода, плюс-минус, подключаем лампы и вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расположение лампы мы выбрали такое, чтобы у нас, получается, можно было ее поставить по центру, как и предыдущую лампу. Старый абажур мы сняли, все это открепили, там был крючок, крючок я использовать не стал, а просто закрепил на саморезе прямо в потолку нашего лампу. Надеюсь, у нас ничего не загорится, хотя, повторюсь, еще раз, так делать не стоит. Наверное, стоило бы использовать какой-нибудь материал, который бы позволил защитить от пожара, и был бы поле пожаробезопасным. Возможно, это когда-нибудь переделаю, если доживу. Вот, а так, под седине расположили лампу, очень даже прилично получилось. Ну и сейчас увидите, что у нас за финальный результат был. Субтитры сделал DimaTorzok